Коммерсант ФМ. 93,6. Радио новостей. Новости в классике. Дмитрий Быков и Андрей Норкин. В вечернем шоу на Коммерсант ФМ. 19 часов 2 минуты в Москве. Вы слушаете Коммерсант ФМ. Новости в классике. Дмитрий Быков, Андрей Норкин в студии. Ну мы собственно уже здоровались. Но мы можем еще раз. Привет Андрей, привет всем. Да, здрасте все. У нас все всегда к вашим услугам. Твиттер, Фейсбук, канал радио новостей в Ютьюбе. Все работает. Сразу скажу, что мы естественно не будем комментировать последние кадровые перестановки радиостанции Коммерсант ФМ. Вы все почувствуете сами. И не просите. Ну потому что есть определенные требования. Корпоративной этики. Корпоративной этики. Кстати, песенка совершенно не по этой теме, а по другой. Я сейчас ее запустил. А я думал, это прощание с воропьем. Нет, зачем? Это относится у нас к первой теме, которую мы назвали «Нет сил бороться». Сейчас пусть Крис Норман все-таки водки найдет, как у нас раньше пели. А водки найдут, на самом деле, относятся к замечательному нашему режиссеру Александру Сокурову, который объявил о том, что он ничего же сделать не может, он прекращает полностью всю свою общественную деятельность. Он сказал, что он сам 7 лет этим занимался, и больше у него сил нет никаких. А он в основном занимался градозащитной деятельностью. Там входил в целый ряд организаций, которые пытались заниматься защитой исторических зданий в Петербурге. Ну, в общем, как бы вот все. Силы у него кончились. Давай мы сейчас сразу нашего эксперта послушаем. Это политолог Валерий Островский, который вообще говорит, что это такая вообще мировая тенденция на самом деле. В наше время известность, популярность того или иного деятеля культуры, который идет с высказыванием своей политической и гражданской политики, отнюдь не гарантирует успеха нигде. Ни в России, ни в Германии, ни в Китае, ни в одной другой стране мира. И, наверное, это показатель того, как, в общем, изменилась ситуация культурно-политическая в мире вообще. Ну, ты согласен с тем, что действительно вот люди творческие, они ничего добиться... Ну, понимаешь, если вспоминать классику, то, конечно, прости меня, Боже, губу прижимаю к губе. Я больше не буду ни с кем говорить о тебе. Кушнер 72-го года, когда он вот отказался высказываться по любым религиозным, моральным, общественно-политическим вопросам. Ну, закрыл для себя эту тему просто. Понять это можно. Эта позиция действительно позволяет не загрязниться. Эта позиция позволяет не растратить гражданский темперамент. И вообще красиво же звучит. А я вот борюсь своим искусством. А что, а это плохо? Моя скачка труднее. Нет, совершенно неплохо. Это вопрос темперамента. Но это не вопрос, я еще раз говорю, не вопрос чести, не вопрос совести, не вопрос правильного нравственного или эстетического выбора. Это вопрос темперамента. Не хочется человеку. Вот он не может этим заниматься. В свое время Юлий Ким, честно, совершенно сказал, я не политический борец, я больше самоиздатом не занимаюсь. Я пишу песни под свиданием Михайлов. И это не было следствием давления КГБ. Это было его личным выбором, потому что он понял, что сейчас вот он будет больше тратить нервов и сил на этом, а в результате не напишет что-то прекрасного в свой лучший период. Это действительно выбор, который требует жертв определенных. Это выбор, который, безусловно, человека в известном смысле ломает. Мне просто хочется узнать. А Александр Сокуров, он вообще занимался общественной деятельностью в таком вот полном смысле слова? Вот он сказал, что 7 лет этим заниматься. Нет, что значит? Это деятельность, скорее, градоохранительная, экологическая. А тогда объясни, что такое общественная деятельность. Ну вот общественная, это та схватка за Ленфильм, например, в которой Герман Гамприч рассорился с Сокуровым. Да, он сказал, что это одна из причин. Он сказал, что это ужасная ситуация. Это ужасная ситуация, когда два крупных мастера рассорились насмерть. Нассорились до того, что их знакомые перестали друг с другом кланяться. Я просто знаю эту ситуацию. Это была катастрофа. И требовалось сделать выбор. Ты с Германом или с Сокуровым? А как я могу сделать такой выбор? И как любой может сделать такой выбор? Это выбор невозможный. Поэтому я считаю, что действительно художникам с такой душевной организацией, ранимой, тонкой, лучше этим не заниматься. А художникам такой душевной организации... С толстой организацией. С толстой, как, например, вот у Маяковского в своё время, да, или там, как сегодня, я уж не знаю, кого... Вот про тебя тоже пишут, потому что ты всю жизнь литературу защищаешь и не устал. Значит, у тебя тоже толстая организация. Я защищаю даже не столько литературу, сколько просвещение. Я вот лекции свои читаю для того, чтобы как-то, в общем, проект просвещения продолжался, чтобы люди действительно не считали, что в мире есть не только хоругви, что в мире есть ещё и книжки. Я пытаюсь это делать, но, опять-таки, у меня очень часто бывал соблазн сказать, ребята, всё, я прекращу любые формы общественной деятельности. Почему не сделал тогда, скажи мне? Совесть не позволяет? А очень много народу обрадовалось бы. И это был бы не самый приятный народ. То есть ты всё-таки не любишь людей, поэтому гадость какую-то. Нет, понимаешь, просто иногда, когда в зеркало смотришь, иногда противно. Противно именно от того, что капитулируешь. Вот поскольку мне не хотелось бы на себя смотреть с отвращением и капитулировать бы мне не хотелось, я буду продолжать то, что я делаю. Про меня будут врать, меня будут провоцировать, мне будут делать разнообразные подножки на разные... Меня не будут пускать в какие-то программы. Ну ничего, я это как-то переживу, да, даже без твёрдых гарантий, что когда-нибудь настанет то, теперь я возглавлю канал Культура. А ты хочешь возглавить канал Культура? Да нет, не хочу. Кстати, меня вполне устраивает, как работает Шумаков. Боже упаси, я просто хочу сказать, что это, ещё раз говорю, это не вопрос совести, это вопрос гражданского темперамента. А как человек себя ведёт, комфортнее ли ему бороться за письменным столом на площади или, допустим, вообще в башне из слоновой кости, мы не вправе предъявлять к нему претензии. Сокуров сделал достаточно, чтобы мы уважали любой его выбор. Я, например, считаю, что скорбные бесчувствия и в некоторой степени дни затмения – это вещи, которые переламывали сознание в России. И за это ему большое спасибо. А как он будет себя вести сейчас, совершенно не важно. Ну так обобщать-то тоже не нужно, да? Не могу обобщать. Нет, вот что это мировой тренд, вот как у нас сейчас уважаемый эксперт говорил. Ну, потому что, Господи помилуй, ну, Панахи, великий ирландский режиссёр сидит под домашним арестом, а другие великие ирландские режиссёры, например, Абаския Арастами, не сидят под домашним арестом. Значит ли это, что Панахи лучше, чем Кайрастами? Оба классики нет. В конце концов, понимаете, Рылеева повесили, а Пушкина нет. Это не значит, что Рылеев был поэтому лучше Пушкина, царством небесное, да, царством небесным обоим. Пушкина задушили другим способом. Просто мы не вправе предъявлять художнику требования. Спасибо ему и за то, что он делает. И не будем, соответственно, ругать тех, кто действует иначе, потому что им, может быть, молчать было бы невыносимо. Да вообще не надо никого. Художник прав всегда. Да, и его может, как известно, легко обидеть абсолютно каждый. А помочь не каждый, да? Помочь нет. Помочь вообще трудно кому-либо, не только художнику. Да, совершенно верно. Ну что же, дальше идём тогда. Идём дальше. Новости в классике. Дмитрий Быков и Андрей Норкин. В вечернем шоу на Коммерсант-ФМ. Главное сегодня. Предполагаемый исполнитель нападения на художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина объявлен в розыск. МВД обвинило главу фонда Хермет и Шкепитал Уильяма Браудера в нанесении ущерба России на 3 миллиарда рублей. И художественный руководитель театра на Таганке Валерий Золотухин попал в реанимацию. Далее у нас краткие новости. Слово Анне Казаковой. Генпрокуратура проверит сообщение о взятке, которую якобы получил сотрудник лаборатории Касперского за фальсификацию данных судебно-технической экспертизы. Как сообщает телеканал «Дождь», проверка началась после обращения депутата от ЛДПР Максима Шенгаркина в прокуратуру ЕФСБ. По его данным, сотрудник Григорий Ануфриев за 50 тысяч долларов сфальсифицировал результаты экспертизы по делу о 9-дневной дидос-атаке на сайте относплатежных систем. По данным следствия, кибератаку заказало руководство конкурирующей фирмы. Инфляция в России в феврале составила 0,6%, за два месяца набрала 1,5%. Это данные Росстата. Минэкономразвитие ранее понизило прогноз по инфляции на февраль до половины процента с ранее ожидавшихся 0,6-0,7%. По данным Росстата, инфляция за годовой период к февралю составила 0,7%. Михаил Саакашвили отказывается от президентской резиденции в Аджаре. Он выразил готовность передать ее правительству, сообщает агентство новости Грузии. Ранее Саакашвили отказался от госохраны. Он сделал это после того, как служба госохраны была переподчинена правительству, состоящему из его, Саакашвили, политических оппонентов. Он также объявил, что не будет пользоваться бронированными автомобилями. Напомню, правительство предлагало президенту освободить также его тбилисскую резиденцию и приехать в здание госканцелярии, где работают органы исполнительной власти. Но Саакашвили ответил на это предложение отказом. Таковы последние новости. Новости в классике. Дмитрий Быков и Андрей Норкин. В вечернем шоу на Коммерсант-ФМ. Новости в классике продолжаются. Все как обычно. Твиттер, Фейсбук, Ютуб все работает. Забрасывают нас тут всякими репликами, замечаниями. Например, говорят, что ты мог бы стать министром образования. Должен кто-то спасать ситуацию. Видите, он не хочет на самом деле. Он поэтому и говорит, что не надо осуждать художника. Я могу просвещать, но я совершенно не организатор. Не министерский. Так, просят про переписку тропу Навального с Маркиным. Ты знаешь, эту замечательную историю? Кстати, спрашивают, где это можно найти. Ну, можно найти в Твиттере Владимира Маркина. А как они переписались? Ну, как, Навальный выложил там очередные материалы. И Маркину тоже, значит, дал знать об этом деле. Маркин пишет. Маркин, кстати говоря, третий по популярности блогер России. Хотя вот он завел, по-моему, на той неделе свой. Ну, должность такая, извините. Да, он написал. Спасибо, Алексей Анатольевич, за новый сигнал. Не забудьте сегодня зарплата. Вот, народ ржет, потому что... Это он действительно так сострел? Ну, вроде да, это же у него так написано, но... Очарователь. Вот видишь? Интересно, он ли ведет этот блог? Не знаю. Многие задают этот вопрос. Потому что раньше Следственный комитет Рудни был замечен в таком изящном юморе. А потому что раньше он выступал всегда в форме на камеру, понимаешь? А здесь чисто по-человечески. А здесь есть некая вот эта вот какая-то фигня вот этих вот социальных сетей. Понимаешь, что ты вроде как и пишешь, а вроде как это и не ты делаешь. Знаешь, а честно сказать, я хорошо будем взять Навального на зарплату. Во-первых, сразу и Навальному стало бы легче. А во-вторых, я уверен, что качество их информации резко бы повысилось. Другой вопрос... Навальному легче стало, потому что деньги бы дополнительные шли? Или заботы было бы легче? Навальному стало бы легче, потому что у него появилась бы абсолютно легальная возможность расследовать экономические преступления. Так что он это все делает по информации добрых людей. В общем, есть же замечательная, если уж ссылаться на классику, замечательная фраза у Алексея Константиновича Толстого. Что сделать, чтобы остановить революцию? Повесить Станислава всем мужакам на шее. То есть орден Святого Станислава дать всем главным подпольщикам. Но это средство скверно, сказала Дева в гневе. Но это средство верно, жених ответил Деве. Так что, во всей вероятности, здесь не без какого-то действительно дальнего хода и дальнего умысла. И если они начнут пользоваться Навальным, то, по крайней мере, у нас, может быть, наконец, появится силовик, которому можно будет абсолютно доверять. Вроде, насколько я знаю, пока он в своих обвинениях крупно не ложался. Ладно, все, вот видите, как мы быстрее переехали. А что у нас еще весело? А еще вот тут наши слушатели просили, уже в самом начале, еще программа не началась, а уже требуют, значит, чтобы мы, ну ты в первую очередь, поделился своими ассоциациями по поводу новой программы НТВ. Да, господин президент? Во-первых, ты ее смотрел? Да нет, у меня же нет телевизора. У него нет телевизора. Я читал, замечательный материал у Лиссабуровой, два, господин президент. А это я не читал. Мы сейчас вам дадим некоторые фрагменты послушать. Там много всяких шуток по поводу каких-то стереотипов поведения президента Путина. Ну, например, вот там вазы вот эти древнегреческие находят прямо у него в бассейне, когда он плавает. Вы чего в костюме? Владимир Владимирович, нашли! Четвертый век! Ну почему сейчас-то? Сейчас-то зачем? Вот, например, там Владимир Путин говорит о своих вот этих каких-то особенных отношениях с животными. В лесу завелся медведь-шатун. А медведь-шатун для сельских жителей пострашнее ягуара. То есть вы его застрелили? Застрелить каждый может. Я его спать уложу. Должен быть порядок. Медведи зимой должны спать. Вот, или, например, поражает журналистов статистическими данными. У них там ЧП на Камчатке случилось в форелевом хозяйстве. Умерло, чтоб не соврать, 12 548 форелей. А это 3,5% от всей искусственно выведенной рыбы в России. Вот, а когда президент Путин спит, ему постоянно звонит Джерарди Бардье, зовет его куда-то бухать, извините за выражение. Ну, в общем, спать не дает. В конце концов, там Путин предлагает ему такси вызвать. Вот. Ну, так что? Ну, смело колоссально, конечно. Просто люди поймали тренд, естественно, совершенно. И я полагаю, что здесь заслуга всех ныне работающих российских сатириков. Они дали понять, что без этого нельзя. Что это совершенно необходимо. И вот тут вот, так сказать, придется мне процитировать Салтыкова-Щедрина. Вот. Который когда-то сказал, что не то беда, что они не смеются над собой. Это вот там в цикле за рубежом, насколько я помню, да? Беда, если они начнут над собой смеяться. Вот что это будет. Нет, а что же в этом плохого? Нам, смотри, вот когда еще до выборов год назад говорили, что будет Путин что-то там 2-0, да? Ну, да. А вот сейчас, потому что годовщина же, да, проводилась масса общественных, этих самых социологических исследований, говорят социологи, что не видят люди альтернативы Путину. А я вот подумал, а может быть, вот Путин, он и есть альтернатива Путину? Ведь раньше никто и представить не мог, что Владимир Путин вот так будет выглядеть на экране телевизора. Да нет, ну, конечно. Потому что Дмитрий Песков, он сказал, что президент смотрел программу. Смотрел программу и не стал вмешиваться, потому что он любит шутку, как было сказано. Да, он сказал, что у него с чувством юмора все нормально. Да, это мы знаем, много раз замечено. Пошутить действительно, любит юмор, немножко такой сардонический, но с другой стороны в России как иначе-то. У меня просто есть ощущение, что это такая вот, вот эта пятилетка 2.0, или шестилетка, да, она оказалась шестилеткой довольно эффективных подмен с самого начала. Значит, подменяется борьба, подменяются разоблачения. Опять же сказано, что они вот сегодня, он выступал на расширенной коллегии прокуратуры, что надо без истерики это проделывать, да, потому что если в ваших рядах заведется кто-то не тот. То есть свои действительно без истерики, и с истерикой надо только нас, простой люд. Совершенно очевидно, что имитируется в очередной раз и поиск национальной идеи, и новая культурная политика, и новая кадровая политика. Это время имитации таких тотальных, потому что программы, конечно, нет. По-прежнему все это зависит исключительно от сырьевой конъюнктуры. И точно так же вот имитируется сейчас социальная сатира. Но это, конечно, небывалое по смелости подкусывание, само то, что Путин оказывается на экране, и в его роли другой человек. Но это же, понимаете, в свое время невероятной смелостью казалось, что Чуарелли играет Сталина. Понимаешь? Ну вот невероятный, что Михаил Чуарелли... Там же над Сталином никто не смеялся в тексте. То есть не Чуарелли играет, а Чуарелли ставит фильм о Сталине, а играл в частности дикой, и что интересно, играл без акцента. А вот казалось невероятной дерзостью показать живого вождя. Конечно, никакой дерзости в этом нет. Конечно, все эти шутки многократно отыграны, начиная с сетей и кончая с сатирическими поэтами. Но показательно одно. Показательно то, что как бы они почувствовали, что это нужно. Вот я сейчас из классики-то перечитываю дневники Чуковского, и там замечательная реплика Паустовского. Они вдруг почувствовали, что нужно общественное мнение. Вот это значит, они хотят как-то его сделать. Конечно, это общественное мнение, оно будет ручное. Конечно, оно им не помешает ничего делать. Но они чувствуют, что оно зачем-то нужно. Что нужна сатира, нужен выпуск пары, нужна имитация общения с прессой или имитация общения с оппонентами. Что нельзя просто вот давить. А как ты думаешь, почему на НТВ, не на Первом канале? Это совершенно очевидно. Который был флагманом вот какого-то нового юмора у нас, телевизионного. Да нет, ну конечно, совершенно очевидно, что НТВ это не флагман нового юмора, а это канал ручного управления. Как есть некоторые газеты, которые мы все знаем, не будем их называть. Точно так же есть и канал ручного управления вот здесь, который может чётко совершенно транслировать властную волю, начальственные идеи и так далее. Ну и прекрасно, и порадуемся, и пусть канал НТВ нам лишний раз это продемонстрирует. Так, хорошо. Хорошо. Так, идём мы дальше. Новости в классике. Дмитрий Быков и Андрей Норкин. В вечернем шоу на Коммерсант.ФМ. Сейчас реклама одна минута и продолжим. Супермаркеты «Спар» готовятся к наступлению. Более 100 миллионов долларов на реконструкцию и открытие магазинов уже в этом году. Совсем скоро «Спар» будет насчитывать порядка сотни супермаркетов с ультрасовременным флагманским магазином в Москве. Этот стремительный взлёт невозможен без новых партнёров. Присоединяйтесь к истории успеха. Нам нужны помещения от одной до двух тысяч квадратных метров. 495-745-78-17. sparmoscow.ru Вечеринка в офисе или дома? День рождения. Доверьте гастрономическую часть праздника профессионалам. Служба доставки «Делос Деливери» разработала меню на все случаи жизни. Мы доставим вам блюда из ресторанов «Мизон Делос». «Бочка», «Шинок», «Кафе Манон», «Турантоц», «ЦДЛ», «Кафе Пушкин» и его кондитерской. Телефон 495-781-4040. Служба доставки «Делос Деливери». Мы работаем всегда. Телефон рекламной службы 627-10-27. Коммерсант ФМ. 93,6. Радио новостей. В Москве 19 часов 20 минут. Вы слушаете коммерсантов ФМ вечернее информационное шоу. И новости в классике продолжаются. Наши следующие темы. Страсти. Я бы сказал, большие страсти в большом. В деле о покушении на художественного руководителя балетной труппы Большого появилось имя одного из солистов театра. Приключения огуречика. Премьеру Медведеву показали множество интересных фактов теплицы Новгородской области. После восьми часов вечера обозреватели радио новостей у меня в прямом эфире. Рубрику представляет ООО «Автоспеццентр Спорт» «Порше Центр Таганка». Так, сейчас коротко о трафике. 7 баллов. То есть на 1 балл улучшилась ситуация. Эти 7 у нас на внутренней стороне Садового. На внешней 8. Бульварные в обе стороны. 8 баллов. Пока. КН Турбо ждет вас в «Порше Центр Таганка». Всего 5 автомобилей на эксклюзивных условиях. «Порше Центр Таганка». 8-495-22-911-00. Так, и что у нас с погодой? Все то же самое. Ясно. 8 мороза. Ветра нет. Давление 754 миллиметра. Прогноз на среду. Минус 8, минус 3 облачно без осадков. На четверг. Минус 1, плюс 1. И целый день солнца. Коммерсант ФМ. 93,6. Радио новостей. Новости в классике. Дмитрий Быков и Андрей Норкин. В вечернем шоу на Коммерсант ФМ. 19 часов 22 минуты. Переходим мы к теме Большого театра. Я уж сегодня как-то не мог ее упустить. Но это мы не первый раз ее касаемся. А мне кажется, первый. Мы с тобой про нападение на Филина. Мы упоминали, во всяком случае. Я его тоже даже не помню. Не помню, уже сейчас какая-то была литература. В общем, да, сегодня как-то все это вдруг стало развиваться. И вот эта вот фотография, это Сергей Филин, какой-то там из репетиции, да. То есть это уже бытность его балетмейстера. А это вот Павел Дмитраченко. Фамилия этого человека, этого члена трупа Большого театра появилась сегодня, потому что, вот как СМИ утверждают, у него проходил обыск в рамках этого расследования. Ну, а дальше там понеслось. В общем, у него были якобы поводы для сведения счетов, как минимум, с Сергеем Филиным. Но в Большом театре пока ограничивается общими какими-то словами. Дай мы послушаем пресс-секретаря Большого, госпожу Новикову. Я встречалась, конечно, со следствием. Общалась неоднократно, потому что меня тоже как свидетеля расспрашивали. Я знаю, что следствие активно работало все это время. И, в принципе, как-то следствие давало нам понять, что они выйдут на след. И я очень рада, что кто-то задержан. И в нас во всех это вселяет надежду, что это преступление будет раскрыто в полном объеме. Потому что очень хотелось бы, чтобы нашли всех виновных, кто стоит за тем, что сделали с Сергеем Филиным. Все люди были найдены, задержаны и наказаны. Ну, в общем, там, конечно, пока ничего не понятно. Потому что вроде как еще какой-то человек должен был быть. Там его тоже в розыск объявили, что-то еще. В общем, наш маленький слушатель, любимый слушатель, любит, когда я пою. И поневоле мне хочется спеть. Та-та-та-там, та-там, та-там, та-там. Ты слов не знаешь, что ли? Слов я, конечно, не воспроизведу. Ну, вообще-то это про оперу, а тут про балет. Ну, какая разница? Все равно оперный, музыкальный, любой театром порождает своих призраков. Это совершенно очевидно. Вот призрак в Большом театре, я абсолютно уверен, кстати говоря, что это когда-нибудь будет сюжетом для такого же замечательного спектакля, как, например, крепостная актриса, знаменитая пьеса и так далее. Крепостная актриса, комедия. Крепостная актриса, комедия, но, тем не менее, там театральные страсти. Я просто хочу сказать, что... А тут нифига себе страсти. Страсти, конечно, любые страсти, происходящие в театре. Страсти-страсти. Страсти-страсти, да. Или Сорокова-ровка знаменитая, Герцановская и так далее. Я хочу просто сказать, что действительно музыкальный театр, особенно оперный, особенно драматический, да, это арена страшных страстей. Тут ничего не сделаешь. Или балетный, например. Ну, катастрофа, да, такая происходит. Я просто хочу сказать, чтобы мы пока побереглись полоскать Дмитриченко. Это да, это правда. Я помню, как со страшной силой полоскали ими Цискоридзе, я знаю, чему это стоило, я тут брал у него интервью. В это время, потому что мне как-то вообще защищать травимых всегда естественно, я сам часто был в этом положении, у меня возникает ощущение, что здесь пока еще идут поиски вслепую, что найден исполнитель, а заказчика будут искать еще весьма долго. Значит, там была молния сегодня, там, какое-то время назад, что следствие вышло на след заказчика. То есть, видимо, вот как, надо понимать, допросили этого человека, они не будут называть. Пока никого не называют. Пока эта фамилия появилась сегодня из-за... Пока понятно одно, что, значит, что Цискоридзе, как он и утверждал, прямого к этому отношения, никакого к этому отношения иметь не может. Потому что он действительно не тот человек, чтобы устраивать разборки. А в принципе же хочу я сказать, что действительно атмосфера в культуре всегда в первую очередь, к сожалению, зависит от атмосферы в обществе. И правильно совершенно писал в Вяземской записной книжке, что, если уж ссылаться на классику, что атмосфера в сообществе писательском сильнее всего зависит от духа времени. Сейчас дух времени таков, что серная кислота в лицо становится почти нормой. И, видимо, эта растленность, она до театра, до искусства, до литературы доходит первой. А дальше, раньше, чем до коррупции. Тебе текст прислали, можешь петь теперь. А что, какой? The Phantom of the Opera is here inside my mind. А ты этого самого смотрел? The Phantom of the Opera is here inside my mind. Ты смотрел «Чёрного лебедя»? Смотрел. Ну и как? Фуфло. Фуфло, фуфло. И я тоже так думаю. Мне не понравилось совершенно этот картин. Про балет, если снимать, была очень славная, очень трогательная по-своему картина «Танцующие призраки» Юрия Короткова. Но и в ней не показан весь ужас, вот всё страшное напряжение. Это действительно призраки, это действительно не совсем обыкновенные люди. Поэтому, конечно, «Чёрный лебедь» Ароновский, он далеко не подходит, по-моему, это Ароновский, да, он далеко не подходит к вот той мере триллера, который, ну, не зря же Соскоридзе в этом триллере, где говорит «Стекло в пуанты» — это детский лепет. И правда, посмотришь так вот иной раз, и на судьбы эти, на танцовщицу Асенкову, которая умерла от чахотки из-за того, что её домогался государь, а посмотришь на перипетии балетной судьбы Плесецкой, которая сквозь все эти интриги шла, как Саламандра сквозь огонь, вспомнишь драму «Возвращение Вишневской в Большой театр», когда она говорила «Нога моя не ступит больше на эту сцену», а потом вступила всё-таки и со слезами на ней стояла. Это мир больших чудовищных страстей. Просто другое дело, что раньше это были красивые страсти, а теперь это, как и везде в обществе, дошло до плескания кислотой. То есть ты всё-таки общество, опять же, обвиняешь, да? Боюсь, что да, потому что мне кажется, что жанр высокого триллера — это, да, это театр, а жанр плескания в лицо кислотой — это жанр коммунальной склоки. Это очень мерзко. Это такой кинематографическими терминами джалло. Джалло, итальянцы, помнишь, когда они снимали вот эти вот такие на грани отвратительности такого омерзения фильмы, вот эти спецэффекты, гримм там, что-то такое. Ну, как бы народ всё равно смотрел, радовался. Радовался, но жанр другой. Перечислял сейчас танцовщиц. Я вспомнил, как я подпрыгнул, а как-то телевизор что-то смотрел, и мне там стали рассказывать про балерину Матильду, я сейчас правильно выговорю, Ксишинскую. Ксишинскую, да. Ксишинскую. Ксишинскую. Нет, вот мне говорили про Ксишинскую. А я тебе говорю, что Ксишинская. Вот я так думаю, подождите, ну Ксишинская, неужели? И вот они мне Ксишинская, Ксишинская. Причём это документальный фильм был, это не просто дикто рассказал. Так что, видишь, как даже после смерти у людей бывает... Но надо сказать, что вот возьмём Ксишинскую, да уж, раз мы упоминаем классику. Ну давай, у нас ещё пока есть. Не случайно же Пикуль именно её записную книжку приводит в нечистой силе как пример безумия того времени. Ксишинская, про которую, значит, великий князь Сергей Александрович говорил, бобец, конечно ли, гвардейский. Женщина, которая сочетала в себе феноменальный профессионализм, невероятную одарённость, дикую искушённость любовную, страшное количество секса с высокопоставленными людьми. То есть женщины, из-за которой дрались первые лица империи. Это же тоже балетная, понимаешь? Ну да, я поэтому и вспомнил. И Ленин с её особняка произносил вот эту, с балкона произносил речь, что я знаменитую. Балет, к сожалению, это место, которое всегда в центре мировых страстей. Да, балет, балет. Но мы не будем сегодня Аллу Пугачёву ставить, поскольку у нас всё-таки как бы такая тема. Да, и, пожалуйста, больше не присылайте нам, продолжайте присылать нам текст о Арии Призраха. Но я, подождите, я клянусь вам, что я разучу и в ближайшее время выдам. Да, раз уж мы про балет и про Лебединое озеро, и про злого гения, давайте чуть-чуть. Петра Ильича, послушай в новостях в классике. Вот уж классика классик. Надо было мне пачку тебе принести, я что-то не догадался. Пачку сигарет хотя бы принесу. Ну как ты можешь кашлять сейчас? Та-там, та-там, та-та-та-та-та-та-там. Я не могу больше слушать, как Быков издевается над великой... И вот так вот руками, вот так вот руками. Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике. Главное сегодня. Предполагаемый исполнитель нападения на художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина объявлен в розыск. МВД обвинило главу фонда Хермитэш Кэпиталу Ильяма Браудера в нанесении ущерба России на 3 миллиарда рублей. Художный руководитель театра на Таганке Валерий Золотухин попал в реанимацию. Сейчас краткие новости. Анна Казакова в студии. До 1 июля оставлен под стражей первый зампрокурора Подмосковья Александр Игнатенко. Он проходит по делу о незаконном и горном бизнесе в Московской области и в начале февраля был экстразирован из Польши. Защиту наставил он домашнем аресте, мотивируя это плохим состоянием здоровья Игнатенко. Администрация музея Фатикана объявила о закрытии Сикстинской капеллы для посетителей. Это связано с подготовкой к конклаву. Закрытие Сикстинской капеллы – это первый знак приближения к конклаву, отмечают итальянские СМИ. Как ожидается, он стартует в марте. Однако пока официальная дата его проведения не названа. Накануне кардиналы Римской католической церкви начали консультации по кандидатуре нового папы римского. У жителя Кубани украли кастрюлю супа. Как сообщили изданию Лент.ру в местной полиции, 25-летний житель станицы Полтавской зашел к соседу за сигаретами. Не застав того дома, он забрал кастрюлю свежеприготовленного супа и отнес ее домой. Потерпевший обратился в полицию. Предполагаемый похититель отказался признавать свою вину, так как суп он уже съел, а кастрюлю, по его словам, ему могли подбросить. Таковы последние новости. Текущая ситуация на рынках. Константин Максимов. Мы продолжаем отслеживать максимальный уровень, который сегодня достигает Део Джонс. Каждое внутри дневной максимум будет, соответственно, новым историческим. 14261 пункт на таком значении сейчас. Дуэта максимум 95. Практически процентный рост он демонстрирует. СНП, соответственно, обновляет годовые максимумы. 1539 пунктов. Ну и NASDAQ растет более чем на процент. Кстати, не единственный индикатор, который сегодня обновляет свой максимум. Правда, годовые. Также нам показал и FTSE 100. 6426. Рост в Европе в среднем усиливается уже до процента 73 сотых. Российский рынок на вечерней сессии чувствует себя более скромно. 1524 пункта. Индекс РТС подрастает на 0,07%. На валютных торгах укрепляется доллар. 1,3015 сейчас пара евро-доллар. На валютных торгах в России рубль пока держит оборону. 30,69. Евро 39,95. Корзина валюта 34 рубля 86 копеек. Новости в классике. Дмитрий Быков и Андрей Норкин. В вечернем шоу на Коммерсант-ФМ. 19.33. Вы слушаете новости в классике в эфире Коммерсант-ФМ. Я, кстати, вам советую. Твиттер, Фейсбук, Ютуб все работает. Вот в Твиттере пишут, что Быков клянется разучить Арию Призрака, ее исполнить в эфире. Вы не очень надеетесь. Он всегда обещает, никогда ничего не выполняет. То Валентинку обещал нарисовать. Нет, ну я стараюсь, я стараюсь. Да ладно, ладно. Так, переходим к приключениям огуречика. Вспоминаем знаменитый мультипликационный фильм. Жил-был огуречик. Тихо. Маленький человечек. На папу и маму похожий. Сколыбельная песенка «Мама огуречика» поет. Такой же зеленокожий. Огуречик, огуречик. Не ходи на тот конечник. Там мышка живет, Тебе хвостик отгрызет, Тебе хвостик отгрызет. Это тот случай, когда, что называется, музыкой навеяло, потому что... Огуречик там, кстати говоря, молодец в мультике, это он прогнал мышь. Он боялся только мышь. Я не боюсь. Да, он ее прогнал, причем даже не знал, что это мышь. Вот, я про огуречики вспомнил сегодня, потому что много про огуречики узнал сегодня Дмитрий Медведев. Сейчас я просто по интерфаксу приведу цитату. Значит, был премьер в ООН в городской теплице, где ознакомился с современными технологиями в выращивании зелени и салата огурцов. Сказал... А, услышал от директора, что теплицы, где выращиваются огурцы голландского производства, премьер сказал, теплицы надо свои делать. И сделал несколько фотографий огурцов на свой айфон. Значит, я перед программой не успел распечатать, но вот я вам сейчас просто экран разверну. Это инстаграм Дмитрия Медведева. Ой! Не знаю, видно вам или нет. В общем, там опубликованы вот эти вот огурцы, и он подписал фотографию, что с тепличных огурцов начинается весна. Вот. Но потом там ему еще много чего нарассказали, что сейчас, значит, ознакомился с современными технологиями выращивания огурцов в подвесных лотках, обратил внимание на ловушки для насекомых и несколько удивился, узнав об использовании других насекомых, естественных врагов. Чтобы ловить этих. Да, чтобы ловить этих. Вот у меня вопрос... Ну, что-то такого. Одни выходят на один митинг, другие на другой. И те едят этих. Да, ну вот несколько фотографий вам огурцов. Я думаю, что они... Хотя они не очень похожи на тепличные. Вот скажи мне, пожалуйста, это очень важная ведь тема, да, премьер-министру рассказывать об огурцах, как это сейчас технология... Ну, нет, ты понимаешь, ну, это такие своего рода заметки фенолога. Он же сказал, действительно, что... В лотках там подвесные лотки. С него начинается весна. Нет, то, что Дмитрий Медведев сказал, я понимаю. Что ему еще говорить тут? Дмитрий Медведев вестник весны. Это хорошо. Ну, по всей видимости, это просто один отвечает за содержательную часть, говорит кого. Ну, в общем... Ну, просто информационные агентства везде уходят. Мне очень понравилось, что у них общая тема, кого сажать. Ну, просто одни о коррупционерах, а вторые об огурцах. Это поневоле... Огурцы выращивают. Выращивают совершенно. Да, и они нужны. Сажайте и вырастет, писал Андрей Рубанов в ныне классическом своем дебютном романе. Это мне очень напоминает классическую тоже, я уже сегодня ссылаюсь на Алексея Константиновича Толстого, на его сказку о философе, который пытался сажать огурцы посредством геометрических вычислений. Там был садовод, который сажал огурцы в землю, правильно. И они у него так и росли, так и росли. И там была картинка, где прямо из земли растут огромные такие китайские огурцы. А здесь вот пытаться сажать огурцы посредством геометрических вычислений, вот это, видимо, и есть тот дискурс, тот тип сознания, который олицетворяет либеральные башни Кремля. Но, в принципе, мне очень приятно, что в преддверии весны и тот, и другой заговорили об особенностях посадок. Вообще, мне кажется, что овощи, они очень часто какие-то вот метафорические. Ты помнишь Пукс в Чонкине? Путь к социализму. Это же помидоры же по правому были. Да, и потом... Или что, помидоры? Я уже не помню. Это, кстати, грех себя цитирует, но у меня там в Романе Икс, там Шолохов Шоу приезжает в русский колхоз, ему показывают красный огурец, красную репу, все овощи красные, они научились вводить красные, а потом вдруг он смотрит, что-то такое странное. Слива, не слива, а что это такое? А это помидор. И он понимает в ужасе, что он и должен быть красный от природы, он не узнал помидор, предполагая, что это какой-то другой овощ. Да, действительно, я считаю, что тема огурца, тема огуречной свежести, как называл это Бунин, она хороша для весны, и приятно, что первые лица государства стали вот такими вестниками свежести. А Венечка Ерофеев не писал про лосьон огуречный? Нет, у него про лосьон огуречный я ничего не помню, и главное, не вижу никакой, слава тебе, господи, связи лосьон огуречный с сегодняшней огуречной экскурсией. Нет, я тоже не вижу, я тебе говорю про то, что... Это посмешно сказал он. Про то, что часто образы овощей используются. Нет, ну то, что образ овощей, действительно, конечно... Я уж не говорю про Джани Радари. Нет, овощи это вообще ключевой образ лояльного гражданина. Ну, овощи, в смысле, да, таком как... Самом овощном. А что будут овощи? Овощи тоже будут мясом. Овощи тоже будут мясом, да. Классический анекдот, который мы не будем рассказывать, но все его помнят. Да, а кто не помнит, тот сам виноват. Тот может дойти его в сети. Да, это точно. Так, значит, мы здесь тоже ставим точечку небольшую. Галочку, да. Новости в классике. Дмитрий Быков и Андрей Норкин. В вечернем шоу на Коммерсант-ФМ. Палка-палка огуречек, вот и вышел человечек. Вы считаете себя интеллигентным человеком? Но думаете, это качество уходит в прошлое? Галс Девелопмент возвращает моду на интеллигентность. Умно не значит скучно. Честно не значит бедно. Красиво не значит гламурно. Философия бизнеса от Галс Девелопмент. Мы строим для интеллигентных людей. 495-725-5555. Галс Девелопмент. Интересует недвижимость Болгарии, Испании, Турции и в других странах? Приходите на международную выставку недвижимости 8 и 9 марта. Выставочный комплекс на Тишинской площади, дом 1. Подробности на сайте. Тройное w investshow.ru Без возрастных ограничений. Телефон рекламной службы 627-10-27. Коммерсант ФМ. 93,6. Радио новостей. 19.40. Вы слушаете Коммерсант ФМ Новости в классике в рамках вечернего информационного шоу. И у нас остаются на сегодня две темы. Наши все. Молодежные движения решено расформировать. На этот раз, похоже, окончательно. 8 марта близко-близко. Что дарить? После восьми вечера обозреватели радио новостей у меня в прямом эфире. Сейчас трафик и погода очень коротко. Так, 7 баллов. Самые серьезные пробки у нас на третьем кольце внутренней стороне. От Шмидтского проезда проспекта Мира там 57 минут. 46 минут. Дербеневская набережная Павелецкая, Даниловская, Новоданиловская. От Новоспасского моста до моста окружной железной дороги. И проспект Мира от Трифоновской улицы до Докукина. Так, а я забыл рекламу пустить. Рубрику представляет ООО «Торговый дом Трикита». Ну, я, собственно, уже все рассказал, поэтому сразу и закроем тему. Внимание всех, у кого есть карта «Малина». Крупнейший мебельный центр Европы Трикита предоставляет уникальную возможность зарабатывать баллы, покупая мебель. А всем покупателям от 20 тысяч рублей капсульная кофемашина в подарок. Подробности на сайте trikita.ru. Акция действует до конца апреля. И погода. Минус 8. Ну, все, никаких изменений нет. Ясно, завтра минус 8, минус 3 облачно. А в четверг минус 1, плюс 1. Солнце целый день, соответственно, без осадок. Коммерсант ФМ. 93,6. Радио новостей. Новости в классике. Дмитрий Быков и Андрей Норкин. В вечернем шоу на Коммерсант ФМ. 19 часов 42 минуты. Новости в классике в эфире Коммерсант ФМ. Твиттер, Фейсбук, канал радио новостей в Ютьюбе. Все работает. Еще одна из сегодняшних тем, которые тоже надо нам обязательно затронуть, наверное, тем более, что и вы просите. Это обвинение, которое пока официально не предъявлено, но не озвучено. Главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру. В общем, он там и нанес ущерб на 3 миллиарда рублей. Но самое, на мой взгляд, интересное, что мне больше всего привлекло в этой истории. Значит, Браудер, как было заявлено в Следственном департаменте МВД, он пытался внедриться в совет директоров компании «Газпром». Для этого скупил там огромное количество акций, 131 миллион, даже больше. Вот. И для того, значит, чтобы туда внедриться и как бы там свою политику проводить. А Владимир Женовский сказал, что на самом деле конечной целью Браудера было подчинение всей энергосистемы России вот себе. Ну, как у Хатарковского, видимо, в свое время. Ну, в принципе, да, 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 правильно. Хорошо вспомнил. Все, что нам действительно всего дороже, это энергосистема. Ты понимаешь, я из литературных аналогий здесь, пожалуй, могу припомнить только антисемитскую кампанию начала века прошлого. Потому что антиамериканская кампания, ну, это уже Сергей Пархоменко заметил довольно тонко, антиамериканская кампания сегодня идет ровно по тем же лекалам. Значит, евреи хотят споить народ, украсть наших детей или устроить нашим детям вот тоже кровавое убийство. Или они планируют прибрать к рукам все нашу... А Браудер раз и американец? Раз и не британец? Ну, Запад назовем. Ну, хорошо, да. Потому что и потом фамилия такая, да? Ну, фамилия, да. Браудерман, условно говоря. Так что это еще одна точно по тем же лекалам идущая ксенофобская кампания. Все хотят прибрать к рукам наши ресурсы, нашу землю, нашу нефть, нашу воду, наши железные дороги. Все хотят украсть наших детей, все подбираются к нашей печати. Вот это особенно любимая тема тогда, что евреи Шульгин об этом писал, я помню, в памфлете, что нам в них не нравится, что евреи приватизировали печать, главным образом печать и банковское дело. Вот две самые тонкие сферы. Это классика, нормальная классика антисемитизма. Но просто сейчас уже еврейский вопрос, видимо, для России не так актуален, потому что евреев столько не осталось. А американцев, англичан пока еще много. И поэтому теперь весь Запад, он тотально не наш. Стало, понимаешь, стало даже страшно встретиться с иностранцем. Вот меня, например, приглашали на встречу с одним крупным высокопоставленным политиком. Небось с Макфолом каким-нибудь? Нет, с Аландом, когда он приезжал сюда. Президентом Франции? Да, да, потому что... С французами можно встречаться. А вот нельзя. Можно, можно. Нельзя, нельзя. Мне кажется, что это невозможно, потому что... Это ты и дуешь на воду, дорогой друг. Ну, ты знаешь, здесь лучше дуть на воду, да, чем дуть водку. Это старая коллабора из Романа Ногрова века. Тем более сначала встретишься с Аландом, потом с Депардией. Скажут, а что-то вы к нашему не ходите, а вот к их нему ходите. Значит, вы нашего не уважаете, а их нему уважаете. А тебя больше к нашему не зовут. И слава богу, и я очень рад, потому что у него есть, я думаю, других встреч хватает. Но сама по себе история достаточно... Я, правда, сказал, что если бы он мне интервью дал для собеседника, Алан, я имею в виду, тогда бы я пришел. А если вот так, получится, что я иду за инструкциями. И точно так же сейчас. Вот ведь вина Болдера не в том, что он там... Броудера, да, не в том, что он что-то там делал. А в том, что он иностранец, понимаешь? Который лезет в наши внутренние дела. Как должен... Депардия тоже лезет. Депардия совсем другими делами. Кстати, уже запрос сегодня появился. Какой? Ну, что он незаконно ему квартиру в Грозном подарили. Как? Почему? Ну, я не найду сейчас какой-то там общественный деятель. Господи, ну, что законно-незаконно. Давайте сошлемся на классику. Павел I замечательно сказал, в России гражданином и почетным гражданином является тот, с кем я говорю. И до тех пор, пока я с ним говорю. Ну, точно так же и здесь. Законным является то, что делает первое лицо. И до тех пор, пока оно это делает. Ну, совершенно очевидно, что вы никогда ничего не докажете. Просто у меня есть ощущение, что вот те такие иностранцы, как Депардия, они немногочисленные. Такие вот правильные, понимающие, любящие. А стандартный иностранец, это, конечно, враг. Ну, хорошо. И это классическая вещь. Так, значит, тема наших. Ты так много сейчас часто использовал слово «наше» вот в этой своей реплике очередной. Это любимая тема. Значит, вроде как расформировывают это движение. И, как вот один из наших экспертов, сегодняшних профессор кафедры политической и социологии РГГУ, Геннадий Козырев, считает, очень правильно выбрано время. И вот почему, по какой причине. Если сейчас будет вложен тот же административный ресурс, то, возможно, это движение получит какое-то новое дыхание. Тем более на фоне того, что реальный протест ввиду неконструктивности оппозиции, ее, может быть, нелегитимности в глазах общественности, сейчас идет на спад. Поэтому на фоне вот этого упадка, как альтернатива, я бы сказал так. Сейчас мы видим, что власть повернула голову, свои идеиные взгляды на патриотизм, как наиболее такой действенный фактор. То на фоне того, что творится и у нас, и в мире, идея патриотизма может спросить людей. Ну, чему нас учит классика? Окончилась история движения нашей или она возродится? Да нет, ну какая разница, как его переименовать? В работе Алексея Клабродова, современного замечательного филолога, культурный герой Владимир Путин в литературе и искусстве, там разрабатывается такая версия, что наши почерпнуты, конечно, из разговоров Петра Степановича Верховенского в романе «Бесы», да, где как раз нашими называется вот этот ближайший кружок. И, вероятно, Сурков, инициатор наших, почитав Достоевского, вспомнил вот эту страшноватую кружковщину Верховенского образца. Если уж говорить о классике, то у наших вполне классические корни. Что касается их переформатирования, я абсолютно уверен, что это будет не переформатирование, а переименование. Ваши? Нет, ну какие-нибудь свои, да, условно говоря. Найдется какая-нибудь организация, которая будет действительно более патриотична, более оголтелая, она будет, конечно, это возможно. Я уже говорил, что сейчас ставка номер один – это Кургинян. Это будут такие кургинята, дико зараженные ненавистью к Западу, дикой совершенно злобой. И думаю, что просто наши покажутся, и молодая гвардия даже покажутся на их фоне детьми. Хорошо это или плохо? Ну, хорошо в том смысле, что откровенно. Потому что хочу напомнить другое классическое пророчество. Когда уходят серые, да, когда приходят, точнее, серые, их сменяют черные. Совершенно очевидно, что черные прийти обречены. Я уже много раз писал о том, что Россия, что называется, выстрадала фашизм. Если действительно прав наш консультант из, не помню только откуда, из Высшей школы экономики. Вот политолог. РГГУ. РГГУ. Вполне вероятна история, что это будет даже не просто патриотическая, а откровенно шовинистическая организация, которая устроит нам тут такого слегка донорэбу. Не знаю, долго ли это продержится и располагает ли к этому экономическая конъюнктура. Как мы знаем, от нее многое зависит. Но если да, то это будет вот так, вот в таком виде. Ты пугаешь наших слушателей, они пишут ужас и такие грустные выдачи. Я думаю, что наши слушатели прекрасно понимают это все сами, и только ведь от вас, наши дорогие слушатели, зависят, смогут ли эти боевые отряды, эти зондеркоманды тут полноценно распоясаться, или все-таки кто-нибудь их, скажем так, запояшет. Ну, а ты думаешь, что как бы есть определенный риск? Ведь множество было разных в последнее время молодежных организаций, но особо никто из них не распоясался так уж совсем. Риски есть уже, конечно, сейчас. Нас все время призывают бороться с экстремизмом, а здесь просто, видимо, принято решение, могу понять это решение, приватизировать экстремизм, сделать правильный экстремизм. Такое у меня пока возникает чувство, и все зависит, к сожалению, только от того самого пресловутого гражданского общества. Захочет оно, чтобы по его улицам гуляли вот такие ребята, или все-таки забоится? Хорошо. Так. Новости в классике. Дмитрий Быков и Андрей Норкин. В вечернем шоу на Коммерсант-ФМ. Главное сегодня. Предполагаемый исполнитель нападения на художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина объявлен в розыск. МВД обвинила главу фонда Хермитэш Кэпитал Уильяма Браудера в нанесении ущерба России на 3 миллиарда рублей. Художественный руководитель театра на Таганке Валерий Золотухин попал в реанимацию. 19 часов 50 минут и далее краткие новости в эфире Коммерсант-ФМ. Слово Анне Казаковой. Начну сообщение, которое пришло с пометкой срочно. Жене чиновника Ленобласти предъявлено обвинение в незаконном учреждении земель Минобороны. Речь идет о супруге замдиректора кадастровой палаты Росреестра по Ленинградской области Светлане Питуниной. Ей предъявлено обвинение в незаконном учреждении земельных участков, которые находились в бессрочном пользовании Минобороны. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. По его словам, как и ранее Питунина, отдача показаний по этому делу отказалась, воспользовавшись статьей Конституции, позволяющей гражданину не свидетельствовать против себя самой и своих близких родственников. Блогер Ростислав Антонов подал в Генпрокуратуру жалобу на руководство Чечни. Они выделили Жерару Депардье пятикомнатную квартиру из муниципального фонда. Антонов пишет, что жилищный кодекс позволяет выделять такие квартиры лишь малоимущим гражданам. После оформления договора социального найма у Депардье возникнет право на бесплатную приватизацию указанного имущества, что, учитывая незаконность его приобретения, может нанести материальный крупный ущерб бюджету города Грозный, написал Антонов. Американские СМИ сообщили о рождении Ким Чен Ына дочери. По этим данным, ребенок появился на свет в конце прошлого года. В частности, редактор онлайн-ресурса «Ноу» скорее «Лидершип-вотч» Майкл Мэдден утверждает, что о пополнении в семье он лично узнал от источников близких к семье Ким Чен Ына. Если бы это был мальчик, северкорейцы об этом бы сообщили, заявил Мэдден в интервью, комментируя традиционное доминирование мужчин в Корее. Таковы последние новости. Новости в классике. Дмитрий Быков и Андрей Норкин. В вечернем шоу на Коммерсант-ФМ. 19 часов 52 минуты в Москве. Вот продолжая ту тему, которую сейчас мы с тобой обсуждали. Тут наши слушатели и зрители обсуждают, в каких рубашках будут ходить члены движения Кургиняна, вот Кургинята. Вот предложение, что рубашки будут цвета кураги. Мамаев Кургинян такой на свой уровень. Кургинята в кураге. Так, ну что, и последняя у нас тема, абсолютно неполитическая. Вся эта неделя пройдет под знаком приближения праздника 8 марта. 8 марта близко-близко, как дальше говорил один мой приятель. Let my pimple grow. Let my pimple grow. Ну, pimple это прыщ, но все равно смешно. Ну, смешно, конечно. Let my pimple grow. Очаровать, очаровать. Так, значит, сейчас проанализируем выводы социологов о том, что дарить, чего не дарить женщинам на 8 марта. Любимая, я тебя поведу к самому краю Вселенной. Замечательный мультик. Я подарю тебе эту звезду, он так и назывался. Мерзкий звук кастрюли, который она чистит. В бесконечность. В бесконечность. В бесконечность. В бесконечность. Ну, вот как это не покажется странным, женщины почему-то действительно не любят, когда им дарят сковородки и кастрюли. А, это хитрук, Господи помилуй, хитрук. Дарю тебе звезду, да. Очарядные картины, да. Так, смотри. Значит, что? Сначала пожелания женщин. 36% хотели бы получить украшения, 27% косметик, ну, побывающие, да, я не буду говорить проценты, деньги, бытовая техника, электронные всякие эти штучки, дрючки, одежда, аксессуары, нижнее белье, конфеты, шоколад. Значит, самые нежелаемые, вернее так, меньше всего хотели бы получить мягкие игрушки 4%, спортинвентарь 4% и домашнего питомца 3%. А вот рейтинг антиподарков. Значит, самое, больше всего раздражает. Кухонная утварь, потом офисные и канцелярские принадлежности, всякие сухоцветы, открытки, ну, как ни странно, и носки-колготки. Послушай, а деньги? Деньги я тебе сказал. Хорошо. На третьем месте по предпочтительности занимать 22% хотели бы. Прекрасно, да. Ну, только, пожалуйста, не говори гадости о женщинах хотя бы. Нет, нет, наоборот, я же знаю, что ты будешь сейчас про них говорить. Фауст, да, милостивый государь, влюблённых мания подарки, хоть небо всё ему обшарь на звёзды для его сударки. В переводе Пастернака, да, мозги ты лучше поднатужил, да раздобыл жемчужин нить, чтоб милый Гретхен подарить. Я там и жемчуг обнаружил. Действительно, драгоценности – это лучшие друзья девушек, и, видимо, это действительно оптимальный такой дар. Но у меня есть, вообще говоря, смутное подозрение, что сегодняшней женщине эмансипированной надо дарить деньги. Потому что это ты даришь ей свободу выбора. Она может сама себе купить всё, что ей нужно. Женщины эмансипированные сами зарабатывают, иногда больше, чем мужчин. Да, но всё-таки надо ей подарить свободный выбор. Понимаешь, или уж пойти с ней в магазин. А, вот, вот, по-моему, гениальный подарок. Это шоппинг. Ты идёшь с ней в магазин, и вы покупаете всё, что угодно. Потому что я вот, например, шоппинг ненавижу. Почему? Душно, жарко, непонятно зачем. Ходит, выбирает, присматривается непонятно к чему. Все вещи одинаковые. А ты сам не пробовал участвовать? Ты просто телеску так... Я первые 10 минут... Нет, первые 10 минут я участвую. Ну, накатишь. Первые 10 минут я участвую. Потом я понимаю, что эти вещи выше моего понимания. Я не могу объяснить, чем отличается вон та вещь от этой. Причём это ещё, так сказать, у меня же... Представляешь, у меня же дома-то бабье царство. Там семья-то большая, это два человека. Всего мужиков-то, сынок мой, да я. А что, женщин у тебя больше, что ли? Ну, преобладают они, конечно. Там жена, дочь, есть ещё мать, которая живёт, хотя я отдельно, но по соседству. И тут, конечно, мне предстоит просто... Они все сразу тебя берут и... Выпендриться, колоза... Нет, они не берут, в том числе и дело. Только дочь умеет и любит шоппинг по-настоящему. Всем остальным совершенно не до того. У них и времени нет, и они... А да что ты жалуешься? Ты не ходишь на этот шоппинг? Я не знаю, мне надо выпендриться и что-то такое выдумать. Понимаешь, чего ещё не было. Раньше я вот на день рождения обычно я дарю киндер-сюрпризы по количеству прожитых лет. Больной, что ли, совсем? Нет, но очень смешно. Правда, человеку исполняет 40 лет, ему приносят 41 детское яйцо. И что он делает с этим? Жрёт их потом месяц. Ну, это очень смешно. Причём на них можно гадать, его содержимое как-то предсказывает. Гадать там на этикетке нарисовано, какая игрушка внутри. Так это не нарисовано какая-то гадания, совершенно не нарисовано. Ты покупаешь яйцо, внутри может сидеть машинка, означающая быструю карьеру, динозаврик, означающий откат к прошлому, сердечко, означающая любовь. Там это широкие возможности для гадания всегда сбывается. Но что касается вот 8 марта, здесь у меня нет действительно модели красивого подарка, и я вот в ужасе по сути не знаю, что я буду делать с вами. Наверное, я накуплю каких-нибудь фруктов каких-то экзотических, небывалых, смешных. Ну что-то такое фруктовое. А вдруг они невкусные? Да, но интересные, по крайней мере. И здесь такой гадание у тебя там. Момент загадки, да, гадания. Потому что мне кажется, что все остальные подарки, они предсказуемы и как-то скучны. Правда, я, вот что, я хорошо выбираю, в принципе, одежду. Она всегда точно попадает по размеру. Но тут же... Раз, два, три. Пятое место, наверное. Четыре, пятое место, совершенно верно. 16% женщин хотели бы получить в подарок от Быкова одежду на 8 марта. Пишите нам, дорогие друзья. Поневоле вспомнишь Артеньева. Присылайте свои... Женщины носят чулки и колготки, равнодушны к вопросам культуры. Помнишь, да? Да, они как раз вот чулки и колготки не любят. Не хотят. Поскольку у нас, да, 8 марта ведь уже на этой неделе. Будем готовиться. Чего бы нам, да, не отпраздновать его уже сейчас. Пока Быков собирает ваши размеры, уважаемые женщины. И свои вещи до завтра. Да, новости в классике вам просто песенку такую романтическую дарят. Моральный кодекс. Пока. Где ты, прозрачное небо и синий простор? Где ты, оранжевый полдень и теплое лето? Где ты, осенние листья бросаешь в костер? Где ты, листаешь закаты, целуешь рассветы? Где ты, прозрачное небо и синий простор? Где ты, оранжевый полдень и теплое лето? Где ты, осенние листья бросаешь в костер? Вечернее шоу Дмитрия Быкова и Андрея Норкина. Новости в классике.